День подолога В последнее время люди стараются очень внимательно относиться к своему здоровью. Кто такие подологи, какие существуют на сегодняшний день центры, куда можно обратиться. Об этом мы сегодня с вами, дорогие друзья, будем говорить. Номер телефона в студии 300-190. Позвольте представить наших дорогих участниц. Сегодня с нами Кристина Лаврова и Екатерина Архипова. Здравствуйте, я очень рада вас видеть. Добрый день. Девушки являются специалистами, подологами Центра проблемной стопы Подоспецифик. Ну так вот, давайте разбираться, кто такие подологи. Подологи – это специалисты, которые работают с вопросами по стопам и кожи стопе, ногти на руках, так же, как и на ногах. Если у человека какие-то неприятные ситуации происходят, более специалист-подолог может помочь разрешить этот вопрос. Екатерина, вот я хотела задать вопрос. Почему сейчас так внимательно стали относиться к подологам? Ну, потому что сейчас уже уровень образования людей настолько высок, и свое внимание они уделяют больше себе и своему здоровью. Поэтому стали очень часто проводить процедуры по здоровью стоп, и, соответственно, наша профессия начинает больше развиваться, и люди начинают больше о нас узнавать. Я тоже до последнего времени мало что знала. А что вас привело в эту профессию? Лично меня привело в эту профессию помощь людям. Я сама имею медицинское образование, и вот развиваясь и обучаясь в этой сфере, мне очень хочется нести какой-то положительный момент в жизни людей, именно вот помогать людям. И вот здесь, начиная с того, что я занималась в эстетике ногтями, и люди приходили очень часто уже с такими ситуациями, с которыми специалист-эстетик уже не справится. И мне становилось все как-то более интересно, как же решить эту ситуацию, чем помочь людям. И вот как-то вот с этим моментом я углубилась именно в подологию. А почему же вам захотелось этим заниматься? Ну, вообще, я хотела бы сказать, что я очень сильно люблю людей, а подолог — это та профессия, которая как раз и требует такого специалиста, который любит людей. Я всегда хотела профессию, которая бы помогала людям. И я ее нашла. Я точно так же видела проблему близких своих, знакомых, и мне так же хотелось помочь, но мало было знаний. Я пошла учиться, углубилась, мне стало это очень интересно. И таким образом я к этому пришла. И год назад открылся Центр проблемной стопы «Пода Специфик». Собрал таких замечательных специалистов. Расскажите о своем руководителе. Почему так случилось, что вы именно у него работаете? И как так вышло, что он открыл этот бизнес? Ну, Андрей Николаевич, на самом деле, наш руководитель очень, я бы сказала, такой душевный человек. И когда у него встал вопрос, в каком направлении развиваться, у него тоже возникла такая, скажем, в душе мысль помогать людям. Помогать людям, общаться с людьми. Он сам очень общительный человек, потому что когда заведешь с ним разговор, невозможно остановиться. Одна тема цепляется за другую. И именно вот в этой сфере он тоже нашел себя. Мы подхватили, помогли, всячески обучаемся. И помогаем ему развиваться. Кристина, вы также с самого начала? Да, я с самого начала, я вообще пришла самая первая. Можно так сказать. Потому что я пришла и наоборот еще даже в какой-то степени поддержала, можно сказать, как бы как он нас сейчас поддерживает. Также я изначально сказала о том, что вы не переживайте, у нас у всех все получится. Мы вместе будем большой дружной командой. И вместе будем делать одно дело. Мы как бы плывем в одной лодке. Для нас самое главное в работе это клиент. И всегда наш руководитель Андрей Николаевич это доказывает. Потому что если какая-то даже бывает, может быть, непонятная ситуация, мы всегда идем навстречу клиентам, мы всегда помогаем, мы всегда находим для них время, чтобы помочь решить им тот или иной вопрос. Потому что бывает настолько у нас полная запись, что нету даже свободной минутки. Но если человек звонит и говорит, что у него просто там, часто бывают такие случаи, когда с детьми, у ребенка болит. И я как мать понимаю, что матери еще сложнее, чем ребенку, когда у него болит. И мы находим даже там свободные 5-10 минут для того, чтобы принять этого ребенка и сделать жизнь его легче. У вас много специалистов, которые трудятся в центре? У нас сейчас в нашей команде 5 специалистов. 5 подологов. Все квалифицированные, обученные специалисты. Друг другу помогаем, кто-то больше знает, кто-то лучше знает, так скажем. Советуем друг друга, спрашиваем у друг друга. В общем, мы команда. Номер телефона 3190. Если есть вопросы к нашим уважаемым гостям, звоните, обращайтесь. Давайте начнем с самого главного. Когда нужно обращаться к подологам? К подологам нужно обращаться в тот момент, когда вы заметили на своих ногах что-то лишнее, так скажем, что-то непонятное. То есть для вас обычно вы смотрите на свои ножки, и у вас все хорошо, все идеально, ничего не болит, никакого дискомфорта нету и все тому подобное. А тут вы вдруг увидели, что, допустим, ноготь пожелтел, или появилась какая-то трещина на пятке, или как-то стало неудобно и больно ходить. То есть пошел дискомфорт именно в ортопедической степени. Вот эти моменты не нужно терпеть и не нужно упускать. Нужно приходить к специалисту и консультироваться, потому что лучше проблему предотвратить, ситуацию какую-то на ногах, чем потом ее решать, лечить и выходить уже с какими-то, так скажем, ситуациями на ногах, остаточными явлениями, так скажем. То есть когда мы по ситуации предрешаем, это лучше, чем мы потом ее лечим. И все равно вот эти вот остаточные явления остаются и дают о себе знать. Тот же самый психологический момент в этой степени. А под педикюром или маникюром не видно, да, сразу? Под педикюром и маникюром видно, если идут какие-то визуальные изменения именно с ногтевой пластиной и ногтевым ложем. Мы, когда снимаем покрытие, мы это видим. Но зачастую не все специалисты эстеты это понимают и как бы не направляют клиента к подологу, то есть к специалисту, который действительно занимается данными ситуациями. И начинают снова покрывать эти ситуации и, соответственно, отпускать клиента, грубо говоря, с его ситуации самого в свое плавание. А потом, когда они приходят к нам уже, и ситуация достаточно усугубилась, соответственно, это уже мы начинаем лечить, объяснять, из-за чего это получилось, как это привело к такой ситуации. И выходим на тот момент, что специалист эстет не сказал раньше об этом. Поэтому об этом, допустим, сейчас я тоже обращаюсь к специалистам-эстетистам, которые покрывают ногтевые пластины гель-лаком, гелем. Пожалуйста, если вы видите какие-то ситуации нестандартные на ногтевых пластинах у клиентов, отправьте их под голову. Мы решим, мы посмотрим, мы продиагностируем и поможем клиенту. Есть что добавить? Да, есть добавить, конечно. Действительно, люди должны обращать внимание на свои ножки, хоть они у нас в основном всегда в обуви находятся, носочки одеты, на ножки нужно обращать внимание. Если вдруг какой-то дискомфорт при ходьбе, либо какая-то, может быть, боль, обязательно нужно обратиться. Мы всегда можем проконсультировать, подсказать, направить. Так как мы работаем полностью со всей стопой, как в направлении и ортопедии, и дерматологии, и онкологии, мы можем увидеть проблему, которая только зародилась, и которую можно приостановить буквально за считанные дни, месяца, недели там. А если усугубить ситуацию, то можно восстанавливать ногти, стопы годами. Некоторые случаи, конечно, они единичные, бывают вообще, в принципе, не восстанавливаются, поэтому лучше прийти раньше. Давайте добавим, какие еще бывают ситуации, с которыми обращаются. Вообще у нас бывает очень много ситуаций, и, скажем так, не все относятся к нам. Но хочу сказать, когда приходят к нам клиенты, по ногам, когда мы диагностируем их стопы, можно сказать очень много. То есть по тому же цвету кожных покровов, по тому же цвету ногтевых пластин или каких-то, скажем так, трещин и все тому подобное, направлений, рисунка. Можно сказать, что мы направляем клиентов к тем же самым специалистам, как эндокринология, хирургия, те, которые занимаются гастроэнтерологией, то есть если есть проблемы с ЖКТ, это можно сказать по ногам. И, соответственно, даем уже клиенту понять, куда ему стоит обратиться, чтобы все-таки решить его ситуацию и кто ему поможет на данный момент. Бывает так, что приходят с ортопедией, то есть дискомфорт в ходьбе, там боли, да, начинают расти косточки, стреляют, краснеют, становятся багровыми. Бывает так, что мы решаем эту ситуацию теми же самыми ортопедическими стельками, теми же самыми ортезами делаем. А бывает так, что требуется травматолог-ортопед, который уже будет именно лечить данную ситуацию. То есть мы, подологи, мы больше направлены на то, чтобы остановить процесс развития заболевания. А ортопед, в данном случае, если это касается именно ортопедии, он уже решает проблему. Либо это делаются какие-то специфичные ортезы, которые решают эту ситуацию, либо это операбельно решается. Ну вот смотрите, вы уже отработали целый год в этом центре. И какие можете сделать выводы? Ну, смотрите, мы открылись год назад, и за этот год мы приняли очень много клиентов. Мы поняли то, что мы востребованы. К нам едут не только с города, с окраин городов, но и с области, не только с нашей Тверской, но и с Московской области. И с Москвы к нам приезжают наши клиенты. Причем они приезжают не разово, многие даже на постоянной основе. Кто-то просто поддержать парамедицинский педикюр, пожалуйста, ежемесячно приезжают даже с Москвы. Наш центр, который находится на Волоколамском проспекте, дом 8, очень удобно расположен, так как можно и от вокзала всегда к нам, и с трассы не так далеко. И точно так же с любого конца города к нам можно приехать. А оборудование и косметика? Оборудование у нас немецкое. Косметика у нас, космецевтика у нас тоже как немецкая, так и российская. Она профессиональная, направлена на лечение, на восстановление стоп и ногтей. Проверенная временем уже. Это хорошо, но, насколько я поняла, у нас есть, по-моему, телефонный звонок, номер телефона в студии 300-190. И вот прямо сейчас мы готовы поговорить с нашими жителями. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Очень хорошо, что я до вас дозвонилась. Я сегодня узнала, что в эфире у нас представители центра проблемной стопы. И вот я, пенсионерка, в свое время, в последнее время я пользовалась услугами этого центра. То есть у меня появилась проблема сухие мозоли между пальцами. И с этой проблемой мне никто не мог помочь. И когда я узнала, что в Твери открылся этот центр, я решила воспользоваться его услугами. Ну и сейчас мне просто хочется поделиться своими впечатлениями. Ну, надо сказать, что в этом центре очень приветливая, дружелюбная обстановка. Когда приходишь, чисто, сухо, тепло, предложат тебе чай по желанию, кофе. А это делает все администратор, который с тобой ведет беседу. Затем тебя передают специалистам. Мне пришлось использовать услуги специалистов, правда, фамилии я их не знаю, Кристина, Катерина и София. И надо сказать, что эти девушки высокой квалификации, они мне удаляли мозоли, они затем делали медицинский педикюр и потом устанавливали ортез, чтобы мне можно было ходить. То есть я дошла до такого состояния, что я даже не могла ходить из-за этих мозолей. Все это делалось очень безболезненно, к чему я была поражена. Видимо, здесь используется такая высокая аппаратура. Надо сказать, что... Извините, пожалуйста, можно задать вам вопрос, а вы из какого города, из Твери? Нет, я из Кашина. Но у меня родственники в Твери, вот родственники мне об этом сказали. И я поэтому приезжала. Ну что ж, спасибо большое. Мы поняли, что вы очень благодарны нашим девушкам. Да, очень благодарны девочкам, благодарны всему коллективу и, конечно, благодарны тому организатору, кто этот центр открыл. И хочу в заключение сказать, что все пожилые люди, у кого есть проблемы со стопой, пусть обращаются в этот центр. Здесь обязательно им помогут. Благодарим, благодарим. Спасибо вам огромное. Будьте здоровы. За такие добрые слова, конечно, большое спасибо. Вот мы сейчас как раз с вами говорили о пенсионерах, о людях старшего возраста. Их много у вас? Много. Их много. С каждым разом их приходит много, обращаются, пытаемся всем помочь. Мы как специалисты не только по ногам, мы еще специалисты, так скажем, душевного состояния. Потому что, когда к нам приходят клиенты, мы разговариваем, мы ведем беседу, причем на различные темы. И это клиентов расслабляет, они входят к нам в доверие, и мы входим к ним в доверие. То есть получается такая взаимная работа, которая приводит к победным результатам. Отчасти вы работаете психологами, наверное, да, Кристина? Да, потому что очень часто пожилые люди боятся прийти. Либо они, бывает, сами принимают такое решение, что они приходят, да, потому что уже как бы невозможно терпеть. Либо, бывает, их направляют, их родственники к нам. Приходят они, конечно, смущаются, но когда они уходят уже от нас, они очень рады, счастливы. И возвращаются просто вот прям очень счастливы. Потому что действительно поговорить можно на любую тему. Иногда пожилому человеку нужен действительно просто душевный разговор. Слово доброе. И у нас в компании есть такой девиз «Человеку нужен человек». И мы с этим девизом идем. Работаем. Да, и работаем. У нас есть телефонный звонок. Давайте его послушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня бабушка живет в Кашине, и ей достаточно трудно приезжать в Тверь. Скажите, появятся ли кабинеты в других районах? И если да, то в каких? В Кашин, востребовано. Ну, пока мы не планируем в районах открывать. Но в дальнейшем, конечно же, наша организация, она развивается. Изначально, когда мы открывались, у нас работало одно кресло. Буквально через пару месяцев у нас заработало и второе кресло. Сейчас мы уже открыли, у нас три кресла, да, работает. Возможно, что в дальнейшем у нас в городе откроется и второй центр такой будет, и со временем, возможно, и в область. Но могу сказать о том, что мы находимся очень в удобном расположении на Волоколамском проспекте, дом 8, наш центр под специфик. Можно доехать и как на электричке до вокзала, да, добраться. Также автобусы у нас ходят в районы, сейчас очень это удобно. И также можно добраться даже с других областей. А у нас еще есть один звонок. Здравствуйте, вы в теме дня. Алло, добрый день. Добрый день, говорите, пожалуйста. Я хотела задать вопрос. У меня такая проблема. У меня артроз большого пальца ноги. А операцию я побаиваюсь делать. Вот если я обращусь в клинику, да, мне вот смогут как-то чем-то помочь. У меня артроз третьей степени. Спасибо вам большое. Но, наверное, без того, как встретиться, невозможно поставить диагноз. Конечно, конечно, нужна визуальная оценка ситуации. Приходите к нам, пожалуйста, на консультацию. Будем очень рады вам помочь. Посмотрим, продиагностируем стопу, оценим ситуацию и уже дадим рекомендации. Мы говорили с вами о людях пожилого возраста. Но есть, наверное, еще и молодежь. У них тоже есть свои проблемы. Есть, да. Молодежь тоже очень часто приходит, потому что достаточно помолодели все вот эти вот ситуации с ногами. Тот же самый грибок стопы, если раньше это встречалось более в пожилом возрасте, да, скажем так, как сейчас уже и молодые приходят с такой ситуацией. Вот. Очень часто молодежь приходит с вросшим ногтем. Вот у нас Кристина, она ведущая специалист именно по вросшему ногтю, по коррекционным системам. Она очень часто с ними работает, да. Вот. Поэтому разные люди разного возраста, начиная от деток, заканчивая пожилым, да, почетным возрастом, все к нам приходят. Да, хотела бы добавить то, что приходит возраст совершенно разный, потому что были клиенты такие, как и годовалого возраста. Если посмотреть по статистике других городов, да, нашего центра, наш центр есть и в других городах России, приводит даже младенцев трехмесячных. Но у нас самый маленький клиент был год и два месяца. Как вы с ним справлялись? Очень. Развлекали, как могли. Да, находим взаимодействие с детьми. Это тоже так же, как и с бабушками. У нас приходят, они боятся, что им будет больно. Если процедура не разовая, то они первый раз, конечно, сначала психологический контакт мы с ними устанавливаем. Ну, уже, как бы, можно сказать, такие дружеские отношения. Иногда даем что-то подержать, поиграть, конфетку. И потом в дальнейшем уже, когда второй раз они возвращаются, третий, они уже бегут, сами запрыгивают на кресло. И когда уже мы с ними прощаемся, уже помогли, да, решить ситуацию, они очень расстраиваются, что они больше к нам не придут. Мы, конечно, рады, что у них, как бы, нет никаких больше проблем, с которыми нужно работать. Но, да, грустно становится, когда расстаешься с клиентом, которому уже прикипел душой. Они, там, бывают по два месяца лечения, по три месяца лечения. Детки очень расстраиваются, конечно. В зависимости от времени года, как к вам приходят клиенты? Зависит ли, например, зима, или осень, или лето? Вы знаете, я больше, наверное, скажу, что не зависит. Мы круглогодичная помощь нашим клиентам. Почему? Потому что в каждое время года есть, так скажем, своя проблема. То есть, если летом это больше гигиена, больше педикюр, чистим пяточки, да, чтобы у нас все сверкало, блестело, было чисто и аккуратно. Когда мы надеваем обувь, это уже в осенний период, начинают давать о себе такие проблемы, как межпальцевые мозоли, вросшие ногти, соответственно. Когда уже человеку от сжатия становится некомфортно, больно и все тому подобное. Это зимой. Когда начинается весна, наоборот, снимаем обувь. Вот там уже свои тоже ситуации. Надо привести ножки в порядок. То есть, у кого-то там долечили грибок, так скажем, выровняли ногтевую пластину, подводим, так скажем, такие итоги. И опять-таки выходим на тот период, когда начинается гигиена, да, на летний период. Можно я бы сказала бы еще, наверное, на что мы не обратили внимания. А вообще наш постоянный клиент, скорее всего, это человек с сахарным диабетом. С сахарным диабетом люди должны более внимательно относиться к своему здоровью, особенно к стопам, потому что там и чувствительность уменьшается, и могут быть разные ситуации всякие складываться. И человек с сахарным диабетом должен приходить к нам практически, наверное, ежемесячно на обработку, чтобы контролировать полностью процесс развития стопы, кожи, ногтей. И мы, профессионалы в этом деле, да, ждем всех к нам. Давайте поговорим о профилактике в домашних условиях. Как ухаживать за собой? Ну, профилактика – это гигиена. То есть мы моем ножки каждый день, вечером. Бывает так, когда вы применяете какие-то мази, крема и все тому подобное. Утром тоже нужно проводить гигиену, мыть ножки. После ванны обязательно вытираем насухо, прям между пальчиков, все, ножку насухо вытираем. Потому что, допустим, если рассматривать грибок стопы, он любит, когда у нас тепло, темно и сыро. То есть если ножки сырые, соответственно, можно подцепить. А если есть в семье такое заболевание, а у вас нету, когда вы ходите по полу, по ковру, споры грибов остаются там. Да, и они там живут долгое время. Поэтому нужно обязательно ножки вытирать. Очень хорошо применять антисептические спреи для ножек. Особенно, когда вы находитесь в общественных местах. Тот же самый бассейн, фитнес-центры. Сейчас это очень модно у нас. И надо обращать внимание на то, что ножки нужно обрабатывать. Обязательно, когда вышли из бассейна, помылись в душе, ножки спреем побрызгали. Это средство, наверное, нужно у вас приобрести. А антисептик можно, да, у нас приобрести. А вы какие дадите рекомендации, Кристина? Ну, я вообще хотела бы сказать, что средства гигиены должны быть индивидуальные для ног. Это также полотенца, тапочки. Также хотела бы сказать о том, что нужно обязательно проводить, как Екатерина сказала, гигиенические процедуры. Ножки должны быть всегда чистые, сухие. И тогда у вас... И при этом обязательно приходить к подологу хотя бы раз в полгода на консультацию, чтобы посмотреть, не появилась ли какая-то ситуация с ногами. Внимательно слушать свой организм, наблюдать за собой, беречь свое здоровье. У нас немного времени остается до конца нашей программы. Есть уникальная возможность обратиться ко всем клиентам, которые приходят к вам и к будущим. И, наверное, уже заканчивать этот год хочется в хорошем настроении. Правильно я говорю? Да, всегда. Каждый год хочется заканчивать в хорошем настроении. Мы приглашаем всех клиентов Твери и области, и других городов, кому удобно и хочется к нам добраться, получить нашу консультацию и, соответственно, побывать на процедурах. Всех приглашаем, всех ждем, продиагностируем стопы, расскажем, какие есть уже ситуации на ногах, какие, может быть, потенциальные уже просматриваются. Поэтому очень хочется помочь всем и очень хочется донести до людей, что у нас безболезненно, безопасно. Мы помогаем людям с ситуациями, которыми очень люди стесняются обращаться. Падология – это вообще такая специфика, где нет места стеснению. Не надо стесняться, приходите, пожалуйста, когда вы сядете к нам на кресло. Мы с вами поговорим, и вы уже более-менее поймете, кто мы, и решим ваши ситуации. Бизнес, который приносит пользу. Правильно я говорю? Да, я хотела бы сказать большое спасибо нашим клиентам, о том, что они выбрали нас. У нас их очень много. Мы вас всех любим, ждем вас в нашем центре на повторные процедуры в этом году, перед Новым годом. И также в следующем году мы все, наши специалисты, будем вас ждать. И мы очень рады, что вы к нам ходите. Мы на этой ноте завершаем нашу программу. Позвольте вас еще раз поздравить с вашим профессиональным праздником. Спасибо. Всего доброго и до новых встреч. Это была программа «Тема дня». С вами была Ирина Кузина. До свидания. До свидания.